Итак, друзья, всем привет! Выпуск бесплатных программ из App Store. Я тут нашёл, но мне было очень трудно найти. Некоторыми из них я, конечно, пользовался. Они у меня стояли. Но потом я что-то от них отказался и вспомнил, что я ничего про них не сказал. Значит, поехали. Первая программа это у нас Pine Player. Pine Player это плеер наподобие аимпа, винампа. Ну вот, допустим, у нас песня или трек. У нас есть эквалайзеры, есть всякие настройки. Доступные языки, корейский, японский, китайский, немецкий, французский, испанский. Настройки эквалайзера, качество. То есть вот такой вот вполне обычный плеер, похожий на... Можно вот сохранять плейлисты. Похожий на аимп или винам. Все помнят какие плееры, все их знают. Есть эквалайзеров. Очень много. Можно и свои создавать. Поехали дальше. Дальше у нас Free MP4 Converter. Как вы поняли из названия, это конвертер. Можно пользоваться платно, можно бесплатно. То есть мы выбираем форматы. Аудио, видео. Что хотите. Выбираем местоположение. Можем обрезать. Нажимаем конверт. Видео сохраняется, конвертируется. Довольно простой конвертер. Все находится в веб-стой. Далее. Mail.ru.agent. Ну, мы в прошлом ролике у нас... Был у нас ICQ. Аська. Я не понимаю, зачем разработчикам два разных приложения, когда Аська, грубо говоря, принадлежит Mail.ru. Групп. И получается два разных приложения. Mail.ru.agent и Аська. Но ссылка, что вы вам написали. ICQ.im. Ну, тут нечего про него говорить. Все то же самое мы уже про это говорили. Ну, и вот, чтобы вы знали, что есть Mail.ru.agent. SignBench. SignBench это у нас типа GeekBench. То есть это вещь, которая тестирует в реальном времени. Процессор, графическую, его составляющую. Бенчмарт, скажем так. Тоже веб-сторе, тоже бесплатный. Далее. Далее Max и NTFS. Очень много мы говорили про то, как подружить. NTFS формат. Файловые системы с Mac. OS. Есть Tuxera NTFS. Пиратская. Можно скачать на App Store. Есть Paragon NTFS for Mac. Но не хочу и вам не советую. Данная вот программа у нас была в одном из выпусков. Но я её собираюсь удалять. А на нет, она хорошая, бесплатная. Отвеста всё. Здесь же, как вам сказать, это ровно то же самое, скажем так. Но здесь программа нам говорит, что upgrade плюс версия. Плюс версия стоит 12-13 долларов, скажем так. На постоянной основе. Это не подписка. То есть вы оплачиваете 13 долларов, и программа остаётся с вами на совсем. Мне кажется, этот вариант лучше, чем брать Tuxera ту же. Paragon. Trial сбрасывать. Ну зачем? Если вот купил, и всё. Но в данном случае я не покупал. Найдёте в App Store, посмотрите. Тоже читает NTFS. То есть тут что? Тут говорится то, что включится функция чтения и записи на флешки и диски NTFS формата. Безлимитное использование приложения, и если вы заплатите 13 долларов, это будет доступно всегда. При переустановке системы или программы, нужно нажать на вот эту кнопку. Восстановить покупку. Поехали дальше. Далее следующая программа Amorphous Disk Mark. То есть это программа, которая позволяет узнать, скажем так, скорость нашего SSD накопителя. То есть вот мы запустили чтение и запись в однопоточном и многопоточном режиме. Это тоже бесплатная программа, доступна в App Store. Далее Image Convert Factory. Это у нас, скажем так, конвертер изображений. Любые форматы можно переформатировать в PNG, JPEG. Любые фотографии, которые несовместимы с чем-либо по формату, можно сделать, чтобы были совместимы. То есть конвертер изображений. Ну, например, мы вот возьмём фотографию. Вот берём. Так, ну и куда мы её? Вот, допустим, чё? Поменяем только, чтобы она сохранилась на рабочий стул. Вот, давайте, допустим, в PDF. Можно из картинок PDF создавать, да-да-да. Нажимаем. И у нас должен появиться PDF-файл. А вот PDF-файл появился. Слеты фотографии. И последнего на сегодня. Trello. Trello это, скажем так, органайзер. Планировщик работы. Грубо говоря. Давайте войдём. Тут можно создавать рабочее пространство, всякие списки, доски. Вот, например. Создайте доску. Начните с шаблона. Например. А вот, например. Создали шаблон. Такая у вас очень удобная доска. Программ в App Store очень мало. Мы находим то, что... То, что действительно стоит внимания, скажем так. Если данный ролик был полезен и понравился, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарии. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока.